Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске будет про кадровые перестановки, повышение тарифов на проезд, запрет на курение, ничего нельзя, нигде нельзя, расскажу где все же можно и сколько светит тем, кто покурил там, где нельзя и еще про что-нибудь расскажу, не переключайте. Чудные дела творятся в Кыргызстане, впрочем, ничего нового, но, конкретизируя, сегодня утром источники в СМИ стали сообщать, что почти бессменный глава Нацбанка Толкумбек Абдыгулу впадал в отставку. В самом Нацбанке эту информацию опровергали, говоря, что глава на работе. Ближе к обеду уже в Джигуркукинеше заявили, что Абдыгулу все же уходит в отставку по своему, по личному желанию. В комитет поступило представление на некоего Бокунтаева, которого пожелали назначить новым главой Нацбанка. Итак, кто же такой этот Кубанаджбек Бокунтаев? Личность очень интересная. Был уже ранее в управлении Нацбанка замглавой, но это еще в бакиевские времена. А начальником его был Марат Алапаев, против которого Бокунтаев говорил в 2010 году. На основании этих показаний, в том числе, Алапаева обвинили в рейдерском захвате инвестиционного банка Иссыкуля вместе с близкими беглого президента Курманбека Бокуева. Ну, тот самый банк, в рейдерском захвате которого обвиняли еще сестру Садыра Джапарова. А после прихода Джапарова к власти все поняли и простили. Понять и простить решили и Марата Алапаева, потому что Бокунтаев отказался от показаний в отношении него. А теперь этого Бокунтаева метит на место главы Нацбанка. Круто. Нет, не круто, считает в Международном деловом совете. Они считают, что отставка главы Нацбанка – тревожная новость, потому что происходит на фоне кадровой чехарды в других госорганах. Мы обеспокоены также тем, что, возможно, это связано с политическим давлением, которое оказывалось на Нацбанк в последнее время. Возможно, это недобровольная отставка. Хотелось бы отдельно отметить, что центробанки стран всегда должны быть независимыми от правительства и политических событий, происходящих в стране. И в Кыргызстане Национальный банк Кыргызской республики тоже должен оставаться независимым. Банковский сектор высказывает опасения, заявили в Международном деловом совете, потому что непонятно, какое будет дальше политика Национального банка, что будет с курсом национальной валюты и золотовалютными резервами, что будет с экономикой стороны, в конце-то концов. Еще о кадровых перестановках. Один из соратников, Садыра Джапарова, глава свежесозданного при новых властях Министерства инвестиций, Алмамбет Шикамаматов, ушел в отставку. Собрался на выборы в Джигар-Куткинеш. Интересно, с какой партии пойдет? Микенчил или Микенчил? Уже с 1 ноября всех, кто ездит в общественном транспорте, ждет совсем другая жизнь. Ух, какая замечательная жизнь! Новые тарифы ждут. Депутаты Бешкесского городского Кенеша проголосовали за повышение стоимости проезда. Точнее, 33 депутата поддержали, а двое проголосовали все же против. Посмотрите, на каких машинах приехали те, кто сегодня решал, повышать или не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Подать в суд на мэрию Бешкека в случае повышения тарифа на проезд намерены социал-демократы. Об этом сегодня заявил лидер фракции Кадыр Атамбаев. Повышение тарифа он считает незаконным. По его словам, компании-владельцы лицензии собирают дань с водителей маршруток и при этом ни за что не отвечают, скрывают свою прибыль. Горожане же получают не общественный транспорт, а маршруточный феодализм. И владители маршруток, они сегодня должны выступать не против города и требовать повышения тарифов, а против владельцев лицензии, которые сдирают с них деньги за право выхода на линию и уклоняются от уплаты налогов и базовой ответственности, как ремонт автомобилей и достойной зарплаты. Депутат Эльнора Дуйшикеева предложила продумать, как переоборудовать автотранспорт с бензина на газ. Часть расходов, как экологический сбор, возложить на владельцев лицензий, а части выделить из бюджета, предлагает она. Одновременно мы поможем перевозчикам и позаботимся об экологии нашего города. Вы ранее говорили в прошлый раз, что вот эти автобусы переоборудовать на газ, правильно? Это с учетом того, что вы же смотрите, что это экологично и оно дешевле. Почему бы не переоборудовать, например, маршрутное такси? Перевод на газ подразумевает, что все водители перевестись должны на газ за свой счет. Им же никто не компенсирует эти расходы. А по поводу вот этих вот новых 210 автобусов, мы их не то чтобы заставляем, а у нас в меморандуме все прописано, что ни один там дизельный, на дизельном двигателе автобус не должен выезжать на линию, не только газовый. Поэтому они обеспечивают условия головора нашего. Поэтому надо часть, как сделать экосбор, возложить на владельцев лицензии, а часть выделить из бюджета. Ну и 33 депутата проголосовали за повышение тарифа на проезд. Теперь с 1 ноября в маршрутках нужно будет платить 15 сомов, а в автобусах и троллейбусах – 11 сомов. Доводы мэрии, которым, видимо, все же прислушались те, кто проголосовал за, таковы. Если тариф поднять, то будут сформированы предпосылки для развития городского транспорта. А то сейчас дорогое топливо, дорогие запчасти, шины, а тарифы – недорогие тарифы – не менялись на протяжении 9 лет. Но вот даже не знаю, если вот прямо так рассуждать, то разве поможет поднятие тарифов на 5 сомов в маршрутках? А вы что думаете? Хотя какая разница, да, вот, что вы думаете, что мы думаем, там уже все же решили и все. Информация для курильщиков. Садыр Джапаров подписал закон о запрете курения в общественных местах, в том числе электронных сигарет и кальяна в кафе и ресторанах. Кальяны теперь вообще вне закона. Хотите курить кальян? Ну, ну, курите дома или вот на улице, но это не точно. Раньше же как было места для курящих и не курящих в кафе и ресторанах? А теперь вот так. В наших кафе и ресторанах есть отведенные места, и там можно курить. Но, как показывают исследования, вот люди, которые курят в этом зале, ну, их обслуживают же другие наши граждане, которые просто задыхаются от этого канцерогена. То есть тот дым, когда человек курит, он во много безопаснее, чем тот канцерогенный дым, который в этом отдельном помещении. Теперь, если хотите покурить, то надо будет выйти из общественного места, ресторана или кафе на улицу, говорит депутат Джигур-Кукинеша Айнура Алтыбаева. Это инициатор этого законопроекта запрета на курение в общественных местах. Что будет грозить в том случае, если кто-то нарушит запрет, сказать сложно. Раздел законопроектами на сайте Джигур-Кукинеша вот уже длительное время как не работает. Если память мне не изменяет, то с октября прошлого года. Но у нас в телеграм-канале Апрель-ТВ есть этот законопроект. Мы его попросили у инициатора законопроекта Айнура Алтыбаевой. По ее словам, точно сумма штрафа станет известна после того, как президент подпишет новые кодексы. Новые кодексы о нарушениях. Но пока вот так. Действующий кодекс о нарушениях, он гласит так, что в случаях нарушения норм законодательства курения в запрещенных местах для физических лиц это тысяча суммов, для юридических лиц это пять тысяч. Сказала, что будет ужесточать ответственность и что в основном будут наказываться юридические лица. А сам запрет на курение в общественных местах продиктован заботой о здоровье населения. О психологическом насилии, унижениях и жестоком обращениях в Сузакском доме-интернате для престарелых и инвалидов заявил Национальный центр по предупреждению пыток. По его данным, состояние туалетов там оставляет желать лучшего. Но состояние туалетов у нас много где. Оставляет желать лучшего. Высота лестниц не отвечает стандартам, а изноженный линолеум, как и высокие пороги, представляют угрозу для людей с инвалидностью. Кроме того, там устроен изолятор для тех, у кого подозрения на ковид и для тех, кто в состоянии алкогольного опьянения пока не протрезвеют. Наличие специального помещения и содержание в нем людей являются формой психологического насилия, унижения и жестокого обращения. Поэтому необходимо принять меры в отношении тех, кто организовал этот изолятор и содержал в нем пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Помещать людей с подозрением на ковид-19 в изолятор тоже незаконно. В случае появления симптомов заболевания работники учреждения должны немедленно обратиться в региональные органы здравоохранения, а не закрывать пациентов в изолированной комнате. В Сузакском доме-интернате опровергли информацию о насилии и пытках над пожилыми инвалидами. Врач учреждения Майорамкан Узакбаева заявила апрелю, что в интернате есть только медицинский изолятор. И то, они его так сами называют, это на самом деле вроде как не изолятор. В нем размещают лежачих пациентов, которым нужен постоянный уход. Постоянный осмотр. Они не ходячие, не лежачие, ну, больные такие. Вот это называется у нас изолятором. Они увидели слово изолятор. О, у вас изолятор есть, да, есть. У нас есть медицинский изолятор. А когда было ковид, вообще мы тоже изолятор делали, несколько палат делили. Ковид отдельно, а здоровых отдельно. Влажную уборку проводят два раза в день. Постояльцы сыты и обуты, говорят в доме-интернате, приглашают всех желающих в любой день убедиться в том, что это именно так, а не иначе. Как бы то ни было, Национальный центр по предупреждению пыток просит областную прокуратуру провести проверку по всем нарушениям и принять меры в отношении должностных лиц, допустивших такие факты. А судя по фотографиям Национального центра по предупреждению пыток, лестницы и линолеум там действительно создают ощутимые трудности для инвалидов. И с этим надо что-то делать. У нас вообще во многих местах не думают о том, что мир не состоит целиком и полностью из тех, чьи возможности в перемещении не ограничены. Ну вот взять хотя бы центр Бишкека, столица. Кто видел огромный гранитный пандус у Гумана Шопокова? Там же убиться можно. А пандусы в подземном переходе. Надо быть каскадером, чтобы не убиться с них. Впрочем, и каскадеры не всегда справляются. А вот эти подъемники так и не заработали. Сломались на следующий же день после открытия. На их установку в 2017 году потратили более 6,5 миллионов сомов. По стандартам независимой жизни людей с инвалидностью, человек должен был иметь возможность подняться самостоятельно по этому пандусу. Активисты столько раз поднимали этот вопрос, а ВОЗ и ныне там. Надо подать на мэрию в суд за такой бракованный продукт. Деньги потрачены, объект был принят в эксплуатацию, но им воспользоваться невозможно. Заявила правозащитница Назгульдур Дубекова в июле этого года, когда увидела, как мужчину с инвалидностью с трудом подняли наверх в подземном переходе. Сам бы он не смог преодолеть этот путь. Город для людей Ну теперь же новые власти, давно уж как новые. Есть над чем работать и что улучшать. Создавать условия не только для своей комфортной жизни, но и работать над созданием условий для всех. Будем надеяться? Да? Таким получился этот выпуск. Спасибо, что досмотрели. А новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ. Всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok